Итак, смотрите, давайте поговорим про некоторую новую тему. А, нет, давайте прежде чем говорить про новую тему, давайте покажу одну штуку про проверку условий, которую я забыл рассказать в прошлый раз, точнее не забыл, а мне не хватило времени. Дело в том, что, как мы уже видели, можно преобразовывать одни типы данных к другим. Например, вот у меня есть строчка какая-нибудь, и я могу сделать из нее число с помощью функции int. И получается в результате целое число, то есть объект типа int. И аналогичным образом можно преобразовывать разные типы данных, объекты разных типов, можно преобразовывать к булевскому типу, то есть к типу, который означает либо истинно, либо ложь. И у каждого объекта есть прописанные способы, как это делать. Например, целые числа были таким свойством, что в целых числах ноль является ложью, а все остальное является истиной. То есть видно, что при преобразовании к типу булл ноль – это ложь, 123 – это истина. В строчках, как вы думаете, что в строчках? Какие строчки являются, превращаются в ложь, а какие в истину? Думаю, тру превращается в истину. Такая? Да. Да, это логично. Как вы думаете, а вот такая штука во что превращается? Да. Тоже в тру. Тоже в тру, да. Может быть, любая превращается в ложь? Ну вот, на самом деле, любая не пустая строка превращается в тру, а пустая строка превращается в фоллс. Вот. Ну, на самом деле, какая идея всех вот этих вот преобразований? Дело в том, что у многих типов данных есть, как бы, можно представить себе какие-то специально выделенные объекты, которые означают, грубо говоря, какую-то пустоту, ничего, какой-то ноль. Ну и вот, в частности, например, для строчек таким нулем является пустая строка. А любая не пустая строка превращается в истину. Для чисел правило совсем простое. Ну и для разных объектов это правило превращения в булевский тип может быть устроено по-разному. Но довольно часто вот это вот преобразование используется в неявной форме. Ну, например, допустим, я спрашиваю у пользователя Enter Word. И дальше пользователь вводит какое-то слово, а я хочу проверить, он вообще ввел что-то или он просто Enter нажал. И можно было бы сделать что-нибудь вроде такого. If s не равняется, допустим, if s равняется пустой строке, напечатать что-нибудь в таком роде. Но вот, как правило, вместо вот такой штуки здесь напишут просто вот так. То есть вот этот node s означает следующее, что нужно сначала s привести к булевскому типу, а потом применить к тому, что получилось применить отрицание. Вот. И вот такие штуки очень часто встречаются в питоне. Ну, давайте другой пример приведу. Допустим, допустим, я прошу ввести несколько слов, разделенных пробелом. И, допустим, пользователь что-то такое вводит, я создаю с помощью сплит, делаю список из этих слов. Но, допустим, дальше я хочу проверить, является ли этот список пустым или нет. Опять же, я могу сделать вот так. Теоретически я мог бы сделать вот так. Мог бы сказать, например, что-нибудь в таком роде. Но, как правило, вместо этого будет написано просто вот так. Вместо вот этого вот условия, что длина списка words больше нуля, будет просто написан этот список. Но тут вопрос на засыпку. Списки как превращаются в булевские величины? Ну, любой список, кроме пустого, это true. Да. Именно так. Вот. В общем, вот к такому надо немножко привыкнуть. Такие вещи просто в питоне очень часто, особенно если вы будете видеть, если вы будете смотреть код, написанный кем-то другим, вы, скорее всего, что-то такое увидите. И к этому очень быстро привыкаешь, очень быстро запоминаешь, какие объекты превращаются в истину, какие объекты превращаются в ложь. И дальше это воспринимается как само собой разумеющееся. Тут есть еще одна особенность с этим связанная. Вот смотрите. Давайте представим себе, что я напишу что-нибудь в таком роде. Вот. Как вы думаете, что получится? True. True. Так, какие еще есть варианты? Заметьте, что справа у меня стоит вот такая штука. Если я попрошу компьютер поделить единицу на ноль, он мне выдаст ошибку. Значит, как вы думаете, что будет в переменной x после выполнения вот такой вот команды? Ну, давайте выполним и посмотрим. Значит, почему так происходит? Смотрите, здесь есть два эффекта одновременно вот в этой строчке. Первый эффект состоит в том, что мы не получили сообщения об ошибке, несмотря на то, что в коде есть деление на ноль. Почему так произошло? Ну, дело в том, что это деление на ноль, конечно, есть в коде, но оно никогда не было выполнено. Дело в том, что вот эта логическая операция OR, она работает в таком ленивом режиме. Она сначала смотрит на свой левый аргумент. И если этот левый аргумент является истиной, то OR понимает, что больше ничего делать не нужно. Потому что если у OR один аргумент истины, то значит, значит, все. Мы уже знаем результат выполнения OR. Это будет истина. Поэтому вот эта вот штука в этом случае просто не выполнится. Вторая особенность состоит в том, что если левый аргумент OR истина, то возвращается не истина, а сам этот левый аргумент. Что мы, в общем, здесь и наблюдаем. Зачем это нужно и почему это бывает полезно? Но дело в том, что иногда бывает, что у вас есть какие-то значения переменных по умолчанию. Например, совсем игрушечный пример, совсем искусственный. Допустим, у меня есть какой-нибудь, допустим, default name, допустим, anonymous. И дальше я прошу пользователя ввести имя. И если пользователь ничего не вводит, то есть просто нажимает Enter, я хочу сказать, что имя должно равняться этому anonymous. Я могу это сделать вот так, вообще безо всяких if. то есть смотрите, что здесь происходит. Вот это такой способ сделать значение по умолчанию. Значит, если s оказывается не пустой строкой, то возвращается s. Потому что результатом or является именно let s. И имя становится тем, что мы ввели. А если s является пустой строкой, то тогда левый аргумент or является ложью. И в этом случае or совсем не задумывается, что дальше делать. Он просто возвращает свой правый аргумент. Но действительно, если левый аргумент оказался ложью, то значение or просто совпадает со своим правым аргументом. Правильно? Если правый аргумент истинно, то и значение or истинно. Если правый аргумент ложь, то и значение or ложь. Поэтому or просто возвращает правый аргумент. И поэтому, если так оказалось, что пользователь ввел пустую строчку, то здесь name будет присвоен значение default name. Такой код, пожалуй, вы можете встретить в питоне не так часто. Потому что как-то питонисты этот синтаксис не очень любят, предпочитая более явные проверки. Но, в принципе, вот эта штука полностью эквивалентна такой штуке. If s name равняется s, else name равняется default name. Но только гораздо короче. И, в принципе, если так, опять же, немножко к этому привыкнуть, то, в принципе, понятно, что здесь написано. Ну, вот такие особенности питона, которые, ну, я такого… Такое, по-моему, не так часто бывает в других языках программирования. Вот. Значит, это первое, что я хотел рассказать. Значит, есть ли здесь какие-нибудь вопросы? Окей, ну, тогда поехали дальше. Смотрите, основная тема, которую я с ней хотел обсудить – это функции. Значит, ну, собственно говоря, мы уже с функциями сталкивались, но сталкивались мы с ними как пользователи. Да, когда нам нужно что-нибудь напечатать. Мы запускаем функцию print, передаем какие-то аргументы и получаем какой-то результат. Ну, хорошо, давайте какой-нибудь более разумный пример приведу. Допустим, hello, world. Давайте в качестве разделителя я передам запятую, а в качестве end я передам высказательный знак. Вот. Давайте поговорим о том, как функции создавать. Это бывает очень полезно. Ну, вообще, зачем нужны функции? Функции нужны для того, чтобы иметь возможность определить и как бы записать один раз некоторый способ решения какой-то маленькой задачи в вашей программе. Это бывает очень полезно по двум причинам. Во-первых, как правило, при написании какой-то большой программы вам приходится разбивать вашу исходную задачу на какие-то задачи поменьше. И часто бывает так, что какие-то из этих задач нужно решать несколько раз с разными входными данными, но нужно решать несколько раз. И очень плохо, если вы пытаетесь это делать, просто копируя куски кода. Вот. Если вам нужно скопировать кусок кода длиной больше, чем ноль строчек, то, скорее всего, вы делаете что-то не то. Ну, хорошо, может быть, насчет нуля я немножко загнул. Но в целом копирование кусков кода – это, как правило, неправильное, какое-то не очень удачное действие, потому что, ну, как это часто бывает, вы пишете сначала какой-то код, потом вы понимаете, что вам нужен этот же код в другом месте программы, вы его копируете, потом вы понимаете, что у вас в коде ошибка, и вы ее исправляете в одном месте и забываете исправить в другом месте. Или не ошибка, а просто вам понадобилось немножко поменять поведение, вы исправили что-то, изменили поведение в одном месте, забыли его изменить в другом месте. Это вот совершеннейшая классика. Всегда так бывает. Каждый раз, когда я копирую какой-то кусок кода, каждый раз я натыкаюсь на эту проблему. Поэтому лучше не копировать куски кода, а лучше оформлять их в виде функций. Вторая причина, почему функции – это хорошо, это то, что они как бы сами структурируют и документируют программу. Давайте я покажу пример. Допустим, я хочу написать какой-то код, который мне считает факториал натурального числа. Давайте напишем программу, которая считает факториал. Допустим, у меня есть число n, равное 5. И дальше хочу посчитать факториал этого числа. Я сделаю так. Я начну с единицы, потом у меня будет цикл for. Допустим, вот так. И я должен буду f умножать каждый раз на i. И дальше, если я посмотрю на то, чему равняется f, видно, что этот код работает. 5 факториал за 120, 7 факториал за 5040. Вроде похоже на правду. Несложная функция для вычисления факториала. Но понятно, что каждый раз даже вот эти три строчки копировать каждый раз в программе будет нехорошо. Поэтому давайте мы вместо этого определим функцию. Функции определяются с помощью слова dev. Собственно говоря, в каждой из уже сданных домашек вы определяли какие-то функции, даже если вы этого не знали. Просто в каждой ячейке, в которую нужно было вписать решение, было написано... Вначале было написано какой-то dev. Дальше нужно написать, какие параметры ваша функция принимает. В принципе, функция может принимать никаких параметров. Бывают такие функции, которые ничего не принимают на вход. Но в нашем случае функция принимает на вход параметр n. И давайте мы его напишем. После этого ставится двое точие. После этого, как обычно, начинается блок. Блок начинается с отступом. Дальше нужно просто скопировать весь вот этот код сюда. Для того, чтобы увеличить или уменьшить блок, для того, чтобы увеличить или уменьшить отступ в каких-то строчках, проще всего эти строчки выделить, а потом нажимать Tab или Shift-Tab. Tab увеличивает отступ, Shift-Tab уменьшает. Я скопировал с правильным отступом теперь. И последнее, что нужно сделать, это написать слово return. После слова return пишется выражение, значение которого – это то, что возвращает нам функцию. Давайте посмотрим, что получается. Вот я выполнил эту ячейку. И кажется, что ничего не произошло, потому что сама эта ячейка более-менее ничего не делает. Она просто создает функцию, и записывает, что когда нужно выполнить функцию факториал, нужно выполнять вот эти строчки. Теперь давайте смотреть, как это работает. Если я пишу, допустим, факториал 7. Но происходит довольно естественная вещь. Я здесь говорю, что мне нужно вызвать функцию факториал и в качестве аргумента ей передать семерку. Дальше питон идет вот сюда. И первое, что он делает, это он понимает, что вот эту семерку нужно присвоить вот этой переменной n. После этого он выполняет все строчки внутри функции, по очереди, как обычно, до тех пор, пока не дойдет до команды return или до тех пор, пока функция просто не закончится. Но в данном случае он дошел, значит, он выполнил вот эту строчку, потом покрутился здесь в цикле, сколько надо раз, получил такое значение f и дошел до этой строчки. После этого мы возвращаемся в ту ячейку, где мы выполняли эту функцию, и как бы вместо этой функции записываем то, что вот здесь возвращается. Ну, в принципе, это типа как мы функции в математике пишем. У питоновских функций, как бы питоновские функции бывают похожи на математические функции. В частности, у них бывает возвращаемое значение, которое как бы заменяет вот этот вызов функции. Заметим, что можно было бы использовать несколько вызовов функции, допустим, в каком-то арифметическом выражении. Скажем, вот я могу взять несколько факториалов и их там поскладывать между собой. Понятно, как вот этот код работает. Здесь нужно найти значение вот этого выражения. Это выражение – это сумма чего-то и чего-то. Соответственно, нам нужно сначала найти, чему равняется левый аргумент этой суммы. Для этого нам нужно выполнить функцию факториал, передав ей n равное 7. А потом то же самое нужно сделать с правым аргументом, снова запускать функцию факториал, но уже с другим аргументом. Вот. Ну, это такой простой пример. Значит, если есть какие-нибудь вопросы... Давайте поговорим про какие-то более хитрые вещи. Ну, во-первых, нужно поговорить про переменные внутри функций и вне функций. Давайте я приведу такой пример. Вот, скажем, пусть у меня k равняется 7. Дальше я определю какую-нибудь функцию. И, допустим, эта функция делает такую вещь. Ну, давайте пусть я возьму, на самом деле, не k, а давайте я возьму как раз тот же самый факториал. Давайте я просто его еще раз скопирую сюда. Да. Значит, давайте я представлю себе, что я запускаю вот такой код. Значит, здесь я определял f равное 100. После этого внутри функции я говорю, что f равняется 1. Дальше у меня f как-то меняется. Значит, дальше я вызываю функцию факториал от тройки. В процессе этого у меня вот здесь вот f как-то меняется. А потом я печатаю, чему равняется f. Как вы думаете, что я сейчас получу? Что у меня здесь распечатается? Значит, какие есть варианты? 6 и 100. Так, 6 и 100. Какие еще есть варианты? Ну, распечатается, на самом деле, только 100. Дело в том, что вот этот вот факториал, он вот здесь нет никакой команды, ничего распечатывать. Как я уже говорил, Юпитер ноутбук автоматически печатает значение последнего выражения, которое есть в ячейке. То есть, например, если бы я здесь сделал бы вот так вот, просто написал бы f, он бы мне его выдал бы в качестве аутпута. А вот эта штука – это не последнее, а предпоследнее значение, и его он никак ничего с ним не делает. Если бы я хотел его напечатать, то мне нужно было бы это сказать явно. Вот так. Например, я мог бы сделать вот так. Дальше. Заметьте, что несмотря на то, что внутри функции тоже есть переменная f, и она в процессе вычисления вот этого факториала менялась, и она явно не 100, тем не менее, когда я после запуска функции факториал прошу распечатать мне f, видно, что оно как равнялось, все от нее так и равняется. Почему это так? Ну, во-первых, надо сказать, что это очень полезная вещь, потому что если бы это было не так, то у нас могла бы быть большая проблема. Представьте себе, что вы запускаете функцию, которую даже не вы сами написали, и вы даже не знаете, как она там внутри себя устроена. Вы ее берете, вот как мы взяли, допустим, из библиотеки math, взяли функцию square-t. Мы же не знаем, что там написано в этой функции. И если бы вот этого свойства не было, который защищает переменные определенные внутри функции от влияния на то, что определено вне функции, то у нас были бы большие проблемы. Вдруг там внутри этой функции square-t есть какая-то переменная, которая совпадает по названию с какой-то переменной, которую мы используем. Мы запускаем square-t, и вдруг какая-то переменная, которую мы использовали, меняется. Это совсем не то, что мы хотим, как правило. Поэтому в питоне по умолчанию все переменные, которые присваиваются внутри функции, являются так называемыми локальными переменами. А именно считается, что они существуют только внутри функции. Даже если вне функции есть переменная с таким именем, она не имеет никакого отношения к переменной с таким же именем внутри функции. Правда, не все переменные, про которые идет речь в функции, являются локальными. Например, можно сделать такую функцию. Если я теперь ее запущу, я получу 100. Ну или давайте я теперь поменяю f и снова попрошу его распечатать. Ну, как видите, он видит, чему равняется переменная f, и каждый раз ее печатает. Несмотря на то, что это f, мы к ней обращаемся изнутри функции. Дело в том, что, как я уже сказал, в питоне переменные называются локальными, если внутри функции происходит операция присваивания. Если к переменной присвоено какое-то значение внутри функции, то тогда это локальные переменные. Если внутри функции к переменной не присвоено никакое значение, как происходит вот здесь, то тогда считается, что вот это f, это на самом деле просто вот эта переменная. Переменная глобальная, которая определена вне этой функции. А если она определена дальше где-то по коду, то мы все равно используем неглобальную. Дальше это в смысле где? Внутри функции или вне? Ну, например, мы определили функцию, при этом у нас в программе сначала переменной это не было. Например, там a равно, ну, def.show.a, print.a. Допустим, print.a, и у нас нет никакой переменной a. Ну, вроде здесь не было. Да, ну вот смотрите, если я сейчас выполняю функцию show.a, мне говорят, что a не определено. Если я теперь определю переменную a и еще раз запущу эту функцию, то она чудесным образом напечатается. А, понятно. Вот, то есть как бы мы, питон пытается понять, как же ему, какое значение переменной ему выдать в тот момент, когда мы функцию вызываем. То есть вот когда мы эту функцию создали, здесь никакой ошибки нет, несмотря на то, что к этому моменту a еще не определено. Но если мы попробуем вызвать эту функцию, не определив переменную a, то тогда будет, конечно, проблема. Вот, на самом деле здесь возникают еще забавные эффекты. Вот смотрите, давайте представим себе, что у меня такая штука. Как вы думаете, что сейчас будет? Какие есть варианты? Чего может быть? Что бы вы стали делать на месте питона? Вы бы выдали 10. Так, какие еще есть варианты? Нет. Ну, давайте запустим и посмотрим. Правильный ответ такой, будет ошибка. Причем ошибка встречается вот в этой вот строчке, print a. Но заметьте, если я закомментирую следующую строчку, то никакой ошибки не будет. То есть, если бы я убрал вот эту строчку, а равняется 12, то ошибки в print a не было. Когда я добавляю строчку, а равняется 12, то ошибка в print a появляется. Ну, дело в том, что не совсем правда, что питон выполняет команды строчка за строчкой. Прежде чем начать выполнять команды строчка за строчкой, питон еще делает некоторый анализ вашего кода. И как часть этого анализа происходит следующее. Про каждую переменную, которая используется внутри функции, питон понимает, является это переменная локальной или нет. И понимает он по очень простому критерию. Если к переменной есть присваивание, то есть вот как здесь, а равняется 12, то тогда это локальная переменная. Но если ни одного присваивания внутри функции нет, то тогда эта переменная не является локальной. И он дальше пытается ее найти среди переменных, определенных вне функции. И понятно, что если питон дальше выполняет вот эту функцию, он, к тому моменту, как он дошел до вот этого принта, он уже знает, что переменная a будет обязательно локальной. Но, с другой стороны, у переменной a, у локальной переменной a еще к этому моменту нет никакого значения. Есть значение вот этой переменной a, но это совсем другая переменная. Поэтому вот этот принт просто не может быть выполненным, и поэтому мы получаем сообщение об ошибке. Ну, давайте, чтобы жизнь медным не казалась, давайте я сделаю теперь такую штуку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, кажется, что выведется 1, 2, 3, 100. Выйдет 1, 2, 3, 100. Ну, правда, так и есть. Но почему? Казалось бы, вот вся вот эта вот история про локальные переменные, она говорит нам, что функция без какого-то специального, ну, как бы, что функция не может менять значение переменной, которые определены вне функции. То есть вот как только вы пытаетесь поменять значение переменной, как, допустим, как вот здесь, мы автоматически объявляем эту переменную локальной, и после этого вот это вот присваивание, оно никак, допустим, у меня не было здесь этого принта, оно никак не влияет на переменную внешнюю. Почему здесь ситуация изменилась? Почему здесь функция умудрилась поменять вот этот список MyList? В чем разница? Потому что этот список сам в начало такой экстернальный, и оно взаимодействует, получается, со списком, который не подходит функцию. Ну, да, то есть смотрите, важное отличие вот этого кода, например, по сравнению с вот этим вот кодом, ну, давайте здесь не будет этого принта, значит, важное отличие вот этого кода от вот этого кода в том, что переменная MyList, вот эта глобальная переменная MyList, она, сама переменная, она не модифицируется внутри этой функции, модифицируется сам список. То есть к переменной не происходит никакого присваивания, переменная не получает нового значения, она не начинает указывать на какой-то другой новый объект. она вместо этого указывает на тот же объект, на который всегда указан. Но из-за того, что этот объект изменяемый, мы можем изнутри функции его поменять. И тут, на самом деле, есть некоторое такое тоже коварство этих изменяемых объектов, что фактически эта изменяемость нам нарушает все наши договоренности, например, о том, что все, что происходит внутри функции, остается внутри функции, как в Лас-Вегасе. Оказывается, что функция все-таки может модифицировать что-то окружающее. Ну, если это окружающее, ну, в самом деле, она может модифицировать объекты, если они, в принципе, изменяемы. И здесь можно вспомнить, например, тип TAPL, который мы обсуждали в прошлый раз, картаж, который неизменяемый. И одна из причин, почему вообще в программировании приходится создавать такие штуки, это то, что мы хотим быть уверенным, например, что, допустим, мы передаем функции какой-нибудь объект, и мы хотим быть уверенным, что функция с ним ничего плохого не сделает, никак его не испортит. А вот эти вот все истории про то, что функция не может модифицировать ничего снаружи, они касаются как бы именно переменных, что функция не может присвоить переменные определенные снаружи. Ну, точнее, на самом деле может, но это ей нужно явно разрешить. Можно представить себе, что у нас какая-нибудь такая история. Допустим, вот у меня есть язык, допустим, пользователь работает на каком-то языке, и, скажем, я хочу написать функцию setLanguage, которая бы мне этот язык меняла. Вот, допустим, что у меня вот эта переменная language, она используется там по всей программе в разных функциях, и я не хочу ее каждый раз передавать явно. Поэтому я эту переменную определил как глобальную, и буду ее модифицировать изнутри функции, изнутри функции setLanguage. Но для этого мне нужно определить language как глобальную переменную. И после этого я могу сказать вот так. Language равняется newLanguage. Давайте посмотрим, как это работает. Ну вот, видно, что чудесным образом после выполнения вот этой команды setLanguage переменная language изменила свое значение. Ну, а это благодаря тому, что я поставил сюда строчку global. Если бы этой строчки global не было бы, как видите, ничего не происходит. Потому что в этом случае language – это локальная переменная, которая никак не влияет на эту глобальную. Ну, давайте, да, заметьте, что некоторые функции имеют какое-то возвращаемое значение, а некоторые нет. И вот сейчас мы написали какое-то количество функций, в которых не было слова return. В этом случае функция ничего не возвращает. При этом она может что-то делать дополнительно. Ну, например, давайте сделаем две такие функции. Давайте сделаем функцию sayHello, которая будет печатать нам слово hello. и давайте сделаем функцию return hello, которая вернет мне строчку hello. Давайте даже я сделаю вот так. не буду не строчку возвращать, а число. Для пущего эффекта. И давайте посмотрим, как эти функции работают. Я запущу сейчас две функции подряд. и посмотрим, чем они отличаются. Значит, если просто посмотреть на то, что происходит, когда мы их запускаем, то большой разницы не видно. Единственная разница, что здесь вот есть вот это вот слово out, а тут его нет. Но на самом деле это два принципиально разных поведения, и они становятся очень похожи только из-за того факта, что юпитер ноутбук сам по собственной инициативе печатает результат последнего вычисленного выражения. Давайте посмотрим, вот если бы я попробовал бы присвоить, допустим, результат выполнения вот этой функции, say for to to, какой-нибудь переменный. А теперь я напечатаю значение x. Как вы думаете, что сейчас находится в x? Ну, наверное, функция say for to to. Нет, функция нет, потому что мы ее вызвали. Мы здесь скобочки поставили, да. Заметьте, что если у меня есть функция, которая не принимает никаких аргументов, для того, чтобы ее вызвать, мне все равно нужно после нее поставить скобочки, хоть и пустые. Иначе функции не вызовется, а просто, если я сделаю вот так, то мне просто скажут, ну да, это функция, которую мы определили выше. А если я хочу ее вызвать, то мне нужно поставить скобочки. Но все-таки, что будет лежать в x? Какие есть варианты? Ну, на самом деле... Может быть, print42? А что значит print42? Строчка такая? Какой объект? Вот так, просто, но без кавычек, поэтому... Ну, конечно, да. Это же команда какая-то. Это же не строчка. Это команда, которая выполняется, когда вы запускаете функцию. Тогда ошибку? Ну, если была бы ошибка, она была бы вот здесь. Тут уж какая уж ошибка. У x есть какое-то значение. Мы его просто сейчас напечатаем. Ну, вот на самом деле, тут возникает вопрос, что возвращает функция say42? Если бы она что-то возвращала, то у нас должна была быть строчка return. Здесь нет строчки return, поэтому функция вроде как бы ничего не возвращает. Но в Python функции не могут ничего не возвращать, поэтому вместо того, чтобы ничего не возвращать, они возвращают ничего. А именно, они возвращают специальный объект, который называется none. И... Ну, вот это такой вот хитрый объект. Значит, его можно явно... Про него можно явно... С ним можно явно что-то делать. Но вот если бы я просто посмотрел бы, что лежит в x, то я бы... Юпитер бы мне ничего не напечатал бы. Ну, потому что он так настроен, что если его просят показать none, то он его не показывает, потому что none – это ничего. Но на самом деле none – это такой специальный объект. С ним можно что-нибудь делать. Например, можно проверить, правда ли, что none равен none. Да, это правда. Или можно проверить, правда ли, что none равен единице. Это неправда. Ну, none больше ничему не равен, кроме как самому себе. Ну, в общем, вот такой специальный объект. Ну, давайте теперь посмотрим, что произойдет, когда я сделаю вот такую штуку. Ну, во-первых, что произойдет в тот момент, когда я сейчас выполню эту ячейку? Что мне выведется? Ну, я думаю, что... Ну, на самом деле... Так, ошибка. Это потому, что я нижнее подчеркивание забыл. Давайте я его верну. На самом деле ничего не выведется, потому что, в отличие от функции say42, в которой есть print, вот в этой функции return42 никакого принта нет. И единственное, что делает эта функция, она возвращает число 42. То есть это означает, что вот эта вот штука, она просто как бы заменяется на число 42. Поэтому в игреке у нас сейчас будет лежать 42. Вот. Это, на самом деле, такой специфический момент, связанный с тем, что мы используем Jupyter Notebook. И вот я уверен, что когда сейчас вы будете делать домашку про функции, что мне надо будет просто в какой-то файлик вписать строчку «Ваша функция ничего не возвращает» и причина ошибки в этом. Потому что мы привыкли к тому, что нам нужно написать программу, которая принимает что-то на вход с помощью input, делать какие-то преобразования, и потом результат этих преобразований печатает с помощью принта. И, значит, все наши тесты были устроены именно так. Но когда у нас начнутся задания на функции, они начнутся уже в сегодняшней домашке, там будет другая задача. Там будет задача типа «Напишите функцию, которая возвращает то-то и то-то». И в этом случае ваша функция должна заканчиваться ретоном, ну, по крайней мере, где-то должен быть ретон. И вам нужно, чтобы после этого ретона было бы вот ровно то, что вам нужно вернуть. Довольно часто студенты, привыкнув к тому, что вам нужно сделать так, чтобы ваш код что-то печатал, вместо того, чтобы писать ретон-ответ, пишут принт-ответ. После этого проверяющая система видит, что функция ничего не возвращает и выдает ошибку. Потому что в задании было сказано, что функция должна что-то вернуть. Поэтому вот этот момент нужно внимательно не пропустить. Вот. Ну, давайте теперь еще поговорим про то, как передавать аргументы функциям. Вот. Пусть у меня есть какая-нибудь функция. Допустим, какая-нибудь функция, которая складывает три числа. Называется сумм3. Значит, есть следующий способ передать аргументы функции. Первый способ состоит в том, чтобы просто их перечислить через запятую. И тогда, ну, вот у меня есть написано, что у меня есть три аргумента. x, y и z. Естественно, вот это 23 попало вот в этот x, вот это 100 попало вот в этот y, вот это 542 попало вот в этот z. Давайте сделаем какую-нибудь более хитрую функцию. Давайте сделаем функцию. Hello. И, допустим, у нас будут firstName и lastName. Допустим, она будет выводить приветствие. Значит, заметите, что у меня сейчас функция ничего не возвращает, а будет только печатать. Давайте посмотрим, что можно здесь сделать. Можно ее вызвать вот так. А можно вызвать ее вот так. Можно явно по именам указать, какая переменная какая. И в этом случае порядок следования этих аргументов уже не важен. Потому что Python и так понимает, что какой из этих аргументов какой переменной внутри функции соответствует. Более того, можно комбинировать. Можно, например, сделать вот так. Вот так. Чего нельзя делать, это нельзя сделать наоборот. Вот так вот будет ошибка. Потому что в этом случае Python не понимает, чего вы от него хотели. Вы хотели поставить вот это Gary на первое место или вы хотели его поставить на второе место. Все аргументы, которые передаются по... Это называется Positional Argument. Аргументы, которые... Давайте так и будем говорить, позиционные аргументы. Они должны предшествовать всем вот таким именованным аргументам. Они называются Keyword Argument. Порядок должен быть именно такой. Дальше. На самом деле, давайте я сделать чуть-чуть усложню нашу функцию. Давайте мы еще добавим какой-нибудь title. И, допустим, я хочу, чтобы этот title был бы такой опциональной штукой. Он мог бы быть, а мог бы не быть. И можно сделать вот так. Значит, если я не указываю title, переменную title, то ее значение равно вот этой величине. И если указываю, значит, я могу это делать... Например, вот так. Опять же, по расположению, как Positional Argument. Значит, в этом случае Python понимает, что третья переменная – это вот эта переменная title. У нее, в принципе, есть значение по умолчанию, но поскольку мы ее явно указали, то вместо вот этого значения по умолчанию используется то значение, которое мы указали. Либо можно еще сделать вот так. Это то же самое. Вообще, если у вас функция принимает больше, чем два аргумента, то полезнее всего сделать их именованными и передавать вот так вот по имени. Потому что если у вас функция... Ну, представьте себе, что у вас функция принимает пять аргументов, и это означает, что каждый раз, когда вы ее вызываете, вам нужно помнить, что это за аргументы, в каком порядке они идут. Если вы ошибетесь, если вы поменяете местами два аргумента, то все пойдет не так. Как правило, запомнить название гораздо проще. Но, в принципе, даже если вы чего-нибудь не запомнили, и если вы наберете название вашей функции, в Юпитере нажмете Shift-Tab, то вам напомнят, по крайней мере, как называются ваши аргументы. А если вы дополнительно еще при определении функции добавите то, что называется docString, это такая строчка, которая идет сразу после описания, сразу после вот этой строчки dev. Как правило, она пишется вот так вот, в тройных кавычках. Это такой способ создать многострочную строку. И здесь можно написать краткую документацию к вашей функции. Допустим, приветствуют пользователям аргументы. Что-нибудь в таком роде. И теперь у вас функция прям совсем серьезная. Видно, что вы можете посмотреть на ее документацию. Для этого нужно нажать, опять же, либо Shift-Tab. Но Shift-Tab показывает только первые строчки из docString. Как правило, нужно нажать несколько раз табуляцию, чтобы посмотреть на функцию docString целиком. Кстати, если вы взяли функцию из какой-нибудь библиотеки, если это не ваша функция, и вы хотите посмотреть, как она устроена, то вы тоже можете сделать, например, вот пример нетривиальной функции plot. Что такое вот эти arcs и quarks, это я сейчас скажу. Но давайте посмотрим, допустим, я хочу посмотреть на ее код. Я тогда могу это сделать... Вот так. Значит, если я напишу... Вначале на имени функции поставлю два знака вопроса, то я получу не просто docString, а после этого docString я получу... Я получу просто код этой функции. Вот он, собственно говоря, исходный код. Ну, в данном случае написано некоторые довольно эзотерические вещи, хотя и не суперсложные. Вот, но тоже может пригодиться. Да, значит, давайте еще одну вещь покажу. Смотрите. Собственно говоря, это уже по части таких более эзотерических штук. Вот смотрите, у нас есть функция print. Она чудесна тем, что у нее неизвестно сколько аргументов. То есть вы ей можете передавать сколько хотите аргументов, и она все их напечатает. Те функции, которые мы до сих пор обсуждали, они устроены так, что мы знаем, сколько у них аргументов в принципе может быть. Но, допустим, вот у этой функции hello может быть два аргумента, может быть три аргумента. Но по крайней мере больше трех точно не может быть. Если я попробую запустить функцию hello с, допустим, четырьмя аргументами, то мне скажут, что функция принимает либо два, либо три позиционал аргумента, ну и передали четыре ошибки, непонятно, что делать. А вот print не таков. Print принимает сколько угодно аргументов. Как же он сделал? Как устроена эта штука? Ну вот оказывается, что... Ну, кстати, интересно, что будет, если я сейчас посмотрю на исходник. Ну, исходника тут нет никакого, потому что он... Потому что это встроенная функция. Ну, а тем не менее, можно реализовать функцию, которая обладает таким же свойством. Давайте я покажу, как это делается. Значит, смотрите, как видно, что я поставил перед arcs, поставил звездочку. И вот эта звездочка, она меняет восприятие этого аргумента, а именно происходит следующее. Вот эта звездочка, она как бы говорит, что если в этом месте передано сколько угодно аргументов, то нужно все их записать в один кортеж и положить этот кортеж в переменную arcs. То есть если я посмотрю на тип этой переменной, то видно, что это класс tuple, то есть кортеж. И понятно, что в кортеже может быть сколько угодно элементов, поэтому здесь может быть сколько угодно аргументов. Таким образом, можно писать программы, которые... Писать функции, которые принимают несколько аргументов. Неопределенное количество аргументов. Например, давайте еще какой-нибудь чуть-чуть более сложный пример я приведу. Ну ладно, давайте пусть пока сделаем какие-то абстрактные примеры. Ну хорошо. Допустим, у нас есть... А, ну собственно говоря, что там далеко ходить-то. У меня есть hello, но hello, он этот hello знает, что помимо first name и last name бывают еще middle names. Их может быть непонятно сколько. И дальше я могу сказать, что они в таком роде. Допустим, допустим, hello. Ну хорошо. Значит, hello и, допустим, first name. Дальше я могу, например, напечатать все вот эти вот middle names. Ну, скажем, я могу это сделать хорошо. Давайте просто цикл. И, наконец, напечатать last name. И, наконец, напечатать last name. Так, кто помнит имена Дамблдора? Хотя бы несколько. Альбус. Альбус. Персивальд. Персивальд. Интересно, как хоть пишется. Еще? Ладно, пойду гуглить. Вульфрик там было. Так, персивальд. Вульфрик Брайан. Так. Ну, смотрите, похоже на правду. Тут, кажется, лишний пробел. Да, ты смотришь, что сейчас произошло. Мы вот эти вот первые две переменные поместили в first name и last name, а весь хвост съел вот этот middle names. В принципе, мы могли бы еще добавить какой-нибудь title. И можно было бы сделать вот так. Ну, давайте. Hello. Здесь title. Потом first name. И... Ну, хорошо. Вот так. Да, я понял. Значит, из-за того, что я вот этому title сейчас присвоил значение по умолчанию, вот этот middle names съел все значения вот эти вот. Давайте уберем здесь вот это значение по умолчанию. Нет, не работает так. Хочется, чтобы это был keyword only. Ну, ладно. Пусть будет так. Интересно. Интересно, а в 10-м питоне это так же? Ну, ладно. Пусть будет. Вот. Ну, то есть видно, как работает эта звездочка. Надо сказать, что эту звездочку можно использовать и в обратную сторону. Давайте представим себе, что у меня есть какой-нибудь кортеж или список. Можно вопрос? А если мне нужно скормить несколько таплов этой функции, то мне как понять, где я остановлюсь? Ну, никак. Вот эта функция, значит, вот эта вот штука, она вот сюда записывается ровно один тапл. Никак по-другому сделать нельзя. Если вы хотите, чтобы ваша функция принимала на вход, например, два тапла, вам нужно так и сделать. Значит, например, вот я, допустим, я хочу сделать функцию, у которой мне будет, допустим, у меня сумма двухмерных векторов. У и в это два двумерных вектора, которые являются таплами. И я могу, например, сделать вот так. И теперь я могу передать, честно передать два тапла со всеми скобками. Но к вот этому синтаксису это не имеет никакого отношения. Вот этот синтаксис, он собирает в один тапл все бесхозные аргументы. То есть я не могу, когда определяю функцию, две звездочки поставить перед аргументом? Ну, в смысле, перед одним аргументом? Да, я понял. Нет, вот так нельзя, вам скажут, что это ошибка синтаксиса. Звездочка может быть только одна. Точнее, звездочка может быть только перед одной переменной. Бывают еще две звездочки, которые выглядят вот так. Но что они такое, это мы в следующий раз обсудим. Хорошо, давайте еще покажу, как звездочку в обратную сторону использовать. Смотрите, пусть у меня есть какой-нибудь кортеж. И, допустим, я хочу этот кортеж напечатать. Если я его напечатаю вот так, то он мне напечатается в виде кортежа. То есть со скобочками, с кавычечками. Все для того, чтобы мы поняли, что это был кортеж, который состоит из строк. А если я хочу напечатать прямо вот отдельно эти строки, то у меня есть два пути. Первый путь состоит в том, чтобы, ну вот, честно сделать как-нибудь вот так. Честно сджайнить все. А второй способ состоит в том, чтобы использовать звездочку. Значит, что делает вот эта звездочка? В данном случае, как бы, вот здесь при определении функции она говорит, что вот в эту переменную нужно запаковать сколько-то аргументов. А вот в этом применении она, наоборот, распаковывает. То есть сделать вот так, например, это все равно, что сделать вот так. Ну и, собственно говоря, допустим, у меня есть функция какая-нибудь, которая, ну я не знаю, x от x, y и z, и что-нибудь она там выдает. Давайте я просто скажу, что... Пусть она печатает, чему равны эти переменные. И, допустим, у меня есть какой-нибудь кортеж. Или не кортеж, или список. Ну, хорошо, тут естественно взять кортеж, просто по смыслу. И если я теперь ее запихну в эту функцию, я получу ошибку. Потому что я сейчас передал один кортеж, то есть одно значение, функции, которая принимает три аргумента x, y и z. Он попытался весь этот кортеж записать в переменную x, и у него ничего не получилось. А вот если я напишу вот так, то все сработает. То есть вот эта звездочка, она как бы убирает вот эти скобки. И, ну, или иными словами, она просто распаковывает. Вот этот вот объект Point3D, он был запакован в один кортеж, и она его распаковывает по отдельным переменам. А функция может просто кортеж принять? А функция может просто кортеж принять? Да, конечно. Ну, как бы, что именно лежит в этих переменных, это уже зависит от того, чего вам нужно. Ну, вот, собственно говоря, вот пример функции, которая принимает на вход два двухэлементных кортежа и возвращает кортеж, который состоит из их полиметной суммы. И вот как я ее вызываю. Вот. Ну, давайте еще покажу одну магию со звездочкой. Помните, мы обсуждали про списковое присваивание? Что-то, если у меня есть список, то я могу сделать вот такую вот штуку. Просто слева написать через запятую какое-то количество переменных, а справа написать мой список. Но, на самом деле, слева тоже можно использовать звездочки. И работать они будут примерно так, как вот эти звездочки. Ну, например, допустим, у меня есть какой-нибудь список. Давайте еще раз возьмем. А, ну, сейчас, может быть, у меня тут names. Да. Значит, ну, окей, у меня сейчас есть такой кортеж. И я могу сделать такую вещь. Например, first name, middle names, last name равняется names. Заметьте, что сейчас у меня в names четыре объекта, четыре элемента. О переменах я здесь написал только три. Но вот эта переменная, она идет со звездочкой. Что при этом произойдет? Ну, в first name будет записан первый элемент. В данном случае кортежа. В last name будет записан последний элемент. А вот в этот middle names, как нетрудно догадаться, будут записаны все, что осталось. Все промежуточные имена. Но, правда, здесь есть некоторая разница с вызовом функций. Вот в этом случае, когда используется именно присваивание, то, что записано вот в эти переменные, которые имеют звездочки, сами все переменные оказываются не кортежем, а списком. Но это бывает полезный способ, как можно распаковать список, если в нем заранее неизвестное количество элементов. Но понятно, что вам нужно откусить, например, только начало или, наоборот, только конец. Довольно часто вот так вот писать приятнее, чем… Ну, в принципе, мы могли бы написать вместо этого, мы могли бы написать first name равняется names от нуля, last name равняется names от минус единицы, middle names равняется names. Что-то нужно от единицы до минус единицы. Ну и получить тот же самый эффект. Но, ну, почти тот же самый. Здесь у меня получился кортеж вместо списка. Вот. Но записать вот так вот в одну строчку бывает гораздо приятнее. Вот. Ну вот, такая история про функции. Наверное, все вам рассказал, что хотел, если какие-нибудь вопросы. Хорошо.